Я на связи. Казахи везде, как говорится, брат. Проигрыш или поражение, это получается от священного, но бывает в нашем спорте, это часть нашего спорта. Канина с медом, видишь? Когда организация мне предложила этот бой с Алексеем, я сперва не захотел. Основная твоя проблема в боях это функционалка. Всем согласен? С манеджером, с Резваном, с Али пообщался. Они тоже хотели, вот немножко ты восстановись, в себе приди и потом дальше видно будет. У меня пополнение было, я пятый раз за цену был. И перед началом интервью у нас самая лучшая реклама, которую вы когда-либо видели в своей жизни. Инстаграм Вестника ММА это самая крутая страница, на которую обязан подписаться любой болельщик ММА во всем мире. Горячие инсайды, уникальные новости, розыгрыши призов, прямые трансляции со звездами ММА и ответы на все ваши вопросы. Еще не подписаны? Тогда бегом справляться! Сегодня в гостях у Вестника ММА Арман Аспанов. Уже очень давно мы его приглашали к себе, но было очень сложно обсуждаться и наконец-то настал тот день. Арман, привет! Здорово, ассаламу алейкум еще раз. Как, Михаил? Хорошо, рад тебя слышать. Слушай, ты немножко пропал с радаров, как часто бывает, можешь ли рассказать, как у тебя сейчас самочувствие, как вообще настроение, пережил ли ты последнее поражение и набрался ли новых сил, чтобы мы увидели тебя снова в клетке? Ну, как бы, да, у меня это настроение хорошее. Как вы видите, я общаюсь уже с людьми, с тобой тем более общаюсь, брат. Вот, параллельно пью, короче, у нас свои конины. Вот, видишь, молоко конины с медом, видишь? Вот, восстанавливаемся, получается. Вот, восстанавливаемся, брат. До матча у нас недавно было новости. Вот у нас у меня пополнение было. Я пятый раз отцом был. Ой, поздравляю тебя. У меня дочка родилась, дочка родилась, да. Вот, у меня четыре дочки были, пятый уже родился тоже дочка. Счастливый человек, вот такие моменты. А тренировки я еще не переступил уже, не делаю тренировки пока, вот семейные проблемы, пополнение и некоторые нюансы. И вот, на следующей неделе я на днях тоже тренироваться начну вот еще вот. Мальчика не ждал? Ну, как бы говорится, да. Были моменты, но Аллах чудал, вот, как бы, да, пятая девушка стала, да. Вот, хорошие зития. Окей. Кроме этой новости, есть еще одна связанная с тобой, это то, что ты стал, я так понимаю, бойцом команды Орлан-Про, да, сейчас вашей казахской? Ну да, ну да, есть у нас в Казахстане, недавно вот, ну, как бы, открылся новый этот клуб Орлана-ММА-Про. Получается, вот, месяца два назад они предложили мне контракт, вот, я с ними подписал. Думаю, дальнейшая у них на перспективе есть, потому что, которые сверху сидят наши вот большие люди, они вкладывают на этот вид спорта, на ММА-ИМ, тем более. В нашем команде вот составе есть Жалгар Шумагул, в котором Файтнадс недавно защитил пояс, Хайрат Ахмедов, который у Анны все выступают в промоушене, и Сергей Морозов, который тоже в ММА-1, он недавно защитил пояс. И однозначно я, и некоторые пацаны, это уже есть в команде. У нас на днях вчера, позавчера была в Алмате пресс-конференция, мы эту пресс-конференцию уже прошли, собеседния уже прошли, вот, у нас дальнейшие планы есть. С командой мы уже дружная и сплошенная семья, в дальнейшем видно будет, как мы будем с ними работать. А у вас будут какие-то общие сборы, и вы в одном клубе будете, в общем, тренироваться? Да, 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 у нас будут общие тренировочные сборы, общие занятия, и спарк партнеров, я думаю, так найдется. Там, вот, состав сборной команды тоже есть, хорошие вот пацаны тоже. Вторые номера, третьи номера, вот, чемпионы в Казахстане тоже есть, пацаны, ну, будем друг другу помогать в дальнейшем. Расскажи немножко про свой крайний бой с Алексеем Полпудниковым, я на этом бою присутствовал. Пересматривал ли ты его уже, анализировал, сделали какие-то выводы? Ну, как бы, после, после боев, да, я посмотрел бой. Ну, как бы, проигрыш на Казахстане тяжело смотреть, как ты попадаешь. Ну, я, у меня секундант, мой брат, рядом был Аман. Аман, братишка, мне говорит, там на втором раунде уже 13 секунд, по-моему, я не ошибаюсь, остался. Надо было это терпеть на этот, ну, второй раунд мы завершили, третий раунд уже мы пересупили. Ну, как-то, ну, получилось, вот, что можно сказать, но он пропустил этот боковой, с левой у него там Алексея. И после этого уже закончился, получается, бой. Многие пишут, что основная твоя проблема в боях – это функционалка. Согласен, то, что в первом раунде ты всегда прям доминируешь, в первом раунде ты очень активен. И потом, чем дальше заходит бой, тем тебе сложнее становится. Ну, по поводу функционалки, ну, как бы, я не знаю, но у меня бывают такие моменты, да, я на третьем, на втором раунде немножко, да, устаю. Я не знаю, ну, как бы, влияет весогонка, наверное, влияет это, потому что я гоняю примерно 11-12 килограмм на бою. А по поводу борьбы или ударки там в боях я все принимаю, как бы, да, делаю. Наверное, это борьба, когда борешься физически, там немножко уходит силы. Из-за этого, наверное, у меня функционалка немножко хромает. И, однозначно, сейчас спортсмены уже конкретно, форматологи, как бы, да, восстанавливается хорошо. Витамин, ну, то эти моменты, ну, надо что-то менять, наверное, я так думаю, что в вационах что-то, хорошее быть. Ну, да, люди не понимают, наверное, да. Пока таким методом вот мы восстанавливаемся, таким методом мне тоже. Ну, надо что-то менять, наверное, нужно кого-то менять, диатолога надо нового найти или, как бы, или стиль бой надо поменять. Дальше, чем посмотрим, как мы. Когда я записывал интервью с Алексеем Полпутниковым после вашего боя, я спросил его, само собой, про четвертый бой. Подошел, он пожал ему руку, сказал, Арман, что, как себя чувствуешь? Он сказал, что все нормально. Я говорю, никаких обид, типа, ну, он говорит, что нет, я говорю, никаких личностей. Ну, типа, между нами нету, он говорит, нет, вообще хорошо. Я говорю, ну, все, если что, говорю, если захочешь, говорит, четвертый бой, как бы. Ну, у него просто мы посмеялись об этом. Ну, в принципе, и все. И он сказал, что вообще без вопросов, он готов к тебе. Вот, да, тебе это будет еще интересно? Если честно, брат, как бы, четвертый бой, пятый бой уже, не знаю, да? Я и Алексей тоже в Сочи в контракте, да, у меня один бой остался, последний по контракту. Организация до этого, у нас первый дебютный бой, который был в Сочи, самбо 70, это не было в организации, да, если вот у нас первый бой, когда был реванш. Когда организация мне предложили этот бой с Алексеем, я сперва не захотел, потому что я в первом бою выиграл, а в втором бою не хотел еще выйти с реваншем. Тем более в организации, если я хотел дальше, больше доехать до титульника. Ну, они предлагали, я выступил. Потом наш третий бой еще, получается, вот, недавно мы провели. Вот, да, этот третий бой, они поставили мне с Алексеем, вот, я провел этот бой в Москве, тем более. А я именно хотел с ним биться в Алма-Ате, в Казахстане, ну, как бы, до этого в Москве был турнир, они хотели выступать в Москве, и я вот выступал. Получается, вот, в третьем бою, ну, как бы, ситуация меняется, получается. А про четвертый бой, как бы, да, не знаю, ну, как бы, организация черный шип, как бы, ну, если, да, дадут, но посмотрим в дальнейшем, как бы, будут такие моменты. Но сам Алексей, я так думаю, ну, хочет или не хочет, я не знаю, но, как бы, он мне подошел, после боя мне говорил, если хочет четвертый бой, я нормально буду, с удовольствием, короче, как бы, да. Он мне тоже самое сказал в интервью, что он готов, если тебе будет интересно, он готов принять. Ну, да, ну, да, ну, ну, как бы, организация черный шип, то и будет, наверное. У тебя не было мысли, сейчас будет турнир в Казахстане, ACA, это второй турнир, по-моему, да, в Казахстане, ACA, у тебя не было желания там выступить, потому что из казахских бойцов ты, наверное, один из самых популярных в ACA, если не самый популярный. У тебя не было мысли там выступить? Ну, однозначно, конечно, я хотел выступать у себя на родине ДОТ на 29 ноября. Хороший турнир будет, тем более у нас, знаете, да, наша публика, наша менталитет насчет боев, насчет наших, они до конца топят и будут топить. Ну, у нас, получается, после этого, я думал, в Москве я одному, как бой проведу и дальше больше видно будет. Ну, по обстоятельствам, по воле Аллаха я так провели бы на восстановление, и тем более у меня вот семейные такие моменты, у меня время, получается, на тренировку не хватает и на восстановление. И однозначно, я с менеджером, с Резваном, с Али пообщался, они тоже хотели, вот, немножко ты восстановись, в себе приди и потом дальше видно будет. Ну, 29-го я, получается, про Пскове этот турнир, у меня не получается, но у нас, наши, вот, тоже есть, хорошие, вот, кое-кому нужно посмотреть, ну, кое-кому можно поболеть нашим, вот, публику нашим болельщикам. И Гимбердиев будет там. Да, Женя Гимбердиев, тоже Ержан Истанов, тот там выступает наш, Ермей Клаук тоже выступает, Нушултан, вот, ну, хорошие, вот, пацаны, желаю победы им, у себя на родине, тем более, да, с победы надо. Вот, я сам буду там посмотреть, заболеть за наших батыров, за наших пацанов, я буду там в Алматы еще на этом турнире. Одна из таких вещей, о которых я о тебе узнал, она случилась, когда ты поехал в Америку на сборы, когда был там Джон Джонс, в Грэг Джексон, в Грэг Джексон ты был. Ты вот говоришь, что там скоро уже собираешься возвращаться на тренировки, не было ли мысли снова пустить кэмп американский, зарядиться какой-то мотивацией, энергией? Ну да, да, бывает моменты, да, хочу немножко за океаном, немножко там лагерь поменять, посмотреть там, немножко понастраиваться, адаптироваться, и хочу на этот зал тоже. Ну, бывают такие обстановки, у меня вот, я, у меня вот, большая семья, получается, вот, я, как бы, да, далеко не могу, да, от семьи уходить. Вот, это Америка уже за океаном, немножко надо туда лететь, и там бывать, надо примерно месяца, два, три месяца уже, это долго уже. Из-за этого я немножко здесь бываю, в Таиланде бываю, в Дагестане бываю, иногда у себя бываю, месяц или полторы месяца бываю, и этого хватает. Вот, между спортом, и у меня тоже есть другие работы, другие моменты, надо ехать везде успевать, везде делать. Вот, ну, как бы, в дальнейшем мы пообщались, но, я думаю, за океаном немножко поехать, надо немножко посмотреть, подготовиться посерьезнее уже. Бывает уже, хочу тоже со седьмой за океаном там поехать, посмотреть, ну, решим этот вопрос, наверное, в дальнейшем, будущем решим этот вопрос. И давай напоследок скажешь пару слов ребятам, которые за тебя топят, потому что очень много поддержки я видел у тебя, и всегда, ты один из самых популярных, на самом деле, ребят, которые у нас интервью набирали по просмотрам, и всегда пишут тебе много поддержки, так что я думаю, что тебе надо что-то сказать фанатам, потому что они ждали твоего интервью давно, и все еще за тебя болеют, и ждут твоего возвращения. Ну да, Михаил, я сперва хочу тебе вот это спасибо сказать, потому что ты ищешь, конкретно звонишь, там, говоришь, давай, надо, надо, это надо. Как бы я занятой человек, и за это вот работаем туда-сюда, и за семьи, и за работу, и даже времени не бывает на тренироваться весь. Это уже частно все работает, получается, надо по-любому найти время, потому что люди ждут, люди ждут чего, и в инстаграме тоже пишут постоянно, почему ты репост не делаешь, почему ты сторис не вставляешь. Вот, я восстановился после боя, у меня такие моменты были, я сказал, вот пополнение у нас было. Вот, уже я немножко адаптировался, на следующей неделе начну тренировки, уже более серьезно, и буду 29 ноября пацаны есть, в Алматы проеду, пацану помогать, поддержать их. И с менеджером пообщаюсь, дальнейшие планы посмотрим, насчет нашей публики, насчет боев, постоянно говорю, вот, нашим, этот, пацанам, нашим ребятам, держитесь, чтобы не было, да. Да, проигрыш или поражение, это, получается, от священного, но бывает в нашем спорте, это часть нашего спорта. Я говорил, проигрыш, поражение, как выражение, мы принимаем, получается, как выражение принимаем, как и поражение, так и принимаем, получается, это часть нашего спорта. Болейте, топите за нас. Мы покажем другой уровень ММА нашего спорта в Казахстане. Михаил, тебе спасибо за поддержку, за понимание. Я на связи. Казахи везде, как говорится. Спасибо, Арман. Тебе желаю скорейшего возвращения. Ждем твоих боев. Они всегда зрелищные и классные. Ребята, пусть подписываются на твой инстаграм. Он появится внизу, как обычно. Подписываются на инстаграм Вестник ММА, потому что Вестник ММА не спрашивает про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.